всем доброе утро добрый вечер время суток у нас утра я не знаю сколько у вас с нами новый гость владик владислав литвиненко не литвиенко а литвиненко и не литвинков и в общем любые другие коверканья но если вы не знаете этого парня он танцор артист трикер бибой все что связано с искусством связано с этим парнем особенно его усы чё как вообще как твои усы владик здорово еще раз главное что мы поздоровались еще раз да да владик расскажи в принципе вкратце свой путь от и до тыны с кого ты начинал кем закончил кем хочешь стать и и что такое маслать послать ну ладно все по порядку слушай но вообще на самом деле мой путь очень схож как бы в принципе с атлетами которые уже давно в этой движухе которые примерно с 2005 2008 годов смотришь телек или играешь какую-то игру видишь какого-то классного персонажа спортакус спортакус безусловно там уже но типа наш я типа наследников кто никто не знает там будет видос а вот он будет делать сальтухи улад в общем все захотел вот короче начиналось примерно с того что там был такой канон jetix да конечно знаешь и там шли такие мультфильмы как галактик футбол дыхание шаман кинг потом наруто лентяя разумеется со спорта разумеется вот и смотришь я смотрел тогда вот меня очень поразил галактик футбол потому что там ребята делали короче играли в футбол на лютой имбовой силе и при этом делали трюки да как убойный футбол да и что ты думаешь я после этого сделал я пошел на футбол играл играл не пошло по футбол не короче потом на типа тоже игра самая вот я думаю яркая воспоминаниях на принц персии тоже там паркур break dance и mortal arts и вот смотря на это все ты думаешь блин хочу попробовать также пойдешь на куда-то на песочек в карьерчик на море у меня в балтийске до моря 10 минут ходьбы там очень классные дюны очень много места где можно попробовать всякие такие движухи и мы с ребятами где-то один год ходили просто прыгали там делали кувырки с обрывов потом она все перерастало больше больше типа сальто а мяч вы взяли когда-нибудь слушай мы делали всякие приколы с ним но это так по фану вот и спустя год после того как мы начали заниматься окрухой я пошел на брейк на секция город pgt т.к. дом культуры секция по да по брейк-дансу вот но очень классно что это все было дело бесплатно то есть там кружочек свой собрался ребят которые это все дело двигали а тренинг брейтчик одновременно потом с акробатикой с паркуром около семи лет кстати по поводу паркура паркур в пгт ты я думаю ты знаешь что это такое это когда ты залезаешь на маленький бордюр очки на тебя уже орут пошел вон отсюда не портили вас ты чая милицию вызову тогда еще милиция была сюда они полиция вот и потом начал как грезить кинематографом начались мои периодические съемки в различных проектах то есть это съемки видеоклипов съемки я просто в жуха попал ты знаешь я присутствовал в движнике каком-то не помню то ли это тренировка была то ли что-то мы с ребятами бивоями делали и там оказался режиссер очень хороший человек сейчас очень хороший мой знакомый аж от евро к я с ним познакомился и он только смотрит на меня спрашивает с учетом зарос метр семьдесят восемь слушай с кими свои данные там сейчас типа съемочка готовится можете аутвердят поснимаемся а там на тот момент типа кристина си снимала какой-то клип вот это 2011 год был и меня пригласили на съемки вот и это была первая типа съемочка такая которая ну вот уже более менее серьезная вот после чего в этот момент я получается это закончил школу 2010 год 2011 12 это я типа учусь в универе и в универе я учился так что короче понимал что это все какой-то не просто непроглядное дно мне это не нравится учился кстати на стоматолог ортопеда так что да типа если выбиваешь зубы себе или кому-то знаешь как их как их вставлять обратно вот ну типа сделаем тебе модель будешь сходить у нас тут просто в студии железный человек что вообще нам не везет на выпуске соли энергетика плохая там все равно вставочки когда будут все хорошо типа на перебивочку сделать просто плохой шаман кинг чувак тебя было такое что ты ходишь идешь школу утром и напеваешь я маме говорю мама я хочу вырасти стать шамана я бежал и там было серии где он тренировался жестком грилл я должен бежать я не устал я бежал когда я говорил то же самое чувак это было это еще было до того как рокли свои грузики на диван блин это топ если вы не смотрели посмотрите на самом деле это весело интересно и реально мотивировало нас всех свое время и честно говоря до сих пор не утратила ничего того что было тогда это очень актуально особенно для юного поколения к тому же сейчас netflix будет делать ремейк так что очень круто так вот собственно я числился ты чё сынок так рано пришел с учебы это клубом то я чист не получается вот короче отчислился потому что мне запарила учиться в том факультете которым не нравилось я такой задумался блин чё делать принципе как куда дальше по и податься до куда пойти я что-то смотрел discovery вот два ну один одни из моих любимых каналов это discovery national geographic был вот и там я увидел что артисты короче прыгун и воду высвышек они на круизных кораблях работают чем на очень элитных прям ну и разные тоже артисты концовщики и такого прикольно слушай если так можно надо где-то это прошарить я давай в интернете штудировать у кого куда вот и вот короче и нашел возможность по контракту поехать в турцию вот и это был мой первый контракт как танцора мы со своими знакомыми бивой мы поехали в турцию в анталию поработали там месяц и и отчислили и нас потом отправились отправились обратно вот ну и потом короче вот чем обратно слушай ты знаешь там короче была такая история что вот там перед тем как показывать шоу боевой репетировали да да мы репетируем и потом показываем генеральным директорам это шоу и генеральный директор смотрел типа шоу такой говорит типа смотрит показывать на девочек типа почему у вас девочки не такие не форме говорит и почему у них колготки порваны не хорошо так короче покатались две недели по этим по отелям и короче типа наше шоу к успеху шли но так я откатал свой первый контракт турции не очень долгие кстати это прикольно что первый контракт он такой быстрый ты в принципе азнателье да конечно ну то есть такие вещи они полностью оплачиваются перелет проживание пропитание и кэш и вот это как ознакомительный такой был и потом началось в принципе мое долгое путешествие по таким контрактам начиная с южной кореи китая и египет вот но самые запоминающиеся это были южная корея китай такой дикий контраст вообще с россией с украиной вот и после китаев и корея типа в киев на полтора нового года приехал вот к родне и его там началась как раз история вся с телепроектами вот значит по телепроектам короче я тогда встречался с девушкой на вообще в плане уже пусть говорят как это не нам по факту смотри когда начнем с другого я на контрактах когда работал там я общался с разными людьми это и цирковые артисты и танцовщики разных разных направлений да и отовсюду я старался подчеркнуть для тебя что-то новое привнести в свой стайл что-то уникальное ну короче развиваться вот и параллельно этому вот украине шло шоу танцуют все это аналог украинские американского шоу и вот по приезду 2016 году я решил попробоваться чисто по фану просто по фану залететь туда вот мне написали по моему я когда в китае работу мне написали типа пригласили меня на кастинг они увидели где-то где-то мой видос увидели и в этот как васьки васьки капец чувак ты поход старше меня асина вот пригласили на кастинг в киеве я туда поехал а тогда как раз было после майданное время там интересно посмотреть на то какие в принципе восстанавливается и как там народ в принципе настроение и в целом очень очень приятно вот так как сейчас трудно попасть в киев вот есть такой момент что скучая по киеву скучаю по украине очень классная страна и ну это то место куда стоит поехать особенно если родня живет вот если родня живет там в принципе стоит кого будет поехать чувак у меня сейчас родня там типа и в киеве в запорожье днепре то есть там вообще много где породнился по бы но сверни с роднился оттуда и потом это не оставляй главный ты этот как как таких называют не антисемит семей семей неста потом не оставляет короче поучаствовал в шоу телепроекте как-то удачно залетел на него и в итоге третье место занял на проекте делал сначала мы танцевали сначала мы проходили разные этапы придумывали номера сами придумывали там это либо командные либо в дуэте с мальчиком с девочкой либо соло и уже на прямых эфирах ближе к зиме нам уже хореографы ставили постановки режиссеры там скорректировали мы проходили актерские курсы проходили все вот эти театральные моменты вот и ну то есть очень глубоко очень тонко и качественно подходили к постановке то есть эти все моменты можно посмотреть на ютубе они есть вот после этого я решил попробовать себя в танцах на тнт тоже поехал в москву поучаствовал дошел до топ-40 тоже интересный проект но танцуют все и танцы на тнт абсолютно разные вот хоть и о танцах вот потом я что-то такое немножко слоил депрессуху так как я типа рассчитывал такое завышенные были ожидания что мол я должен пройти ла-ла-ла-ла 3 рубля и такой что-то слоил депрессуху поехал на очередной контракт куда-то в турцию вот и после этого я уже такой вернулся решил типа надо попробовать в москву перебраться и веским поводом для этого было участие тоже в телепроекте русский ниндзя во втором сезоне тоже приехал поучаствовал занял ну не занял там до финала дошел вот на самом деле очень странный проект в плане организации вот как-то реализовано на русской в русской телесфере потому что очень неорганизовано очень все странно сумбурно и у кого атлетов не спроси кто участвовал то все скажут что как-то очень смутно хотя вот на на американский ниндзя вориор смотришь или на японский да это вот два самых ярких представителя там прям ну прям вот ты смотришь гори желанием попробовать вот ну и собственно говоря вот перебрался основательно в москву начал там тоже движевать по съемкам сниматься переживает движевать ой тебе говорю ты еще столько сленгов услышит меня славе словечки знаю переводчик make make some movements движевать движевать и движевать кочевать не-не-не кочевать это to going from one place to another в общем ты вопросы задавай наводящие че тут тебе этот монолог устроил что это ты сидишь и впитываешь как и все люди которые будут смотреть чисто чтобы впитывать чё о чём чё почему ребята если хотите смотреть и впитывать тогда вам быть губкой или иисусе тряпкой так ладно москва движ париж ты уснялся паре проектов принципе вот извлек что-то для себя слушай ну вот если брать например телепроекты то это интересный экспириенс в плане посмотреть как это все за кулисе выглядит посмотреть как это все делается что за этим стоит и разумеется когда ты на серьезных проектах участвуешь то ты и учишься многим вещам которые в дальнейшем тебе пригодятся независимо от того будто это трикинг будто это съемки будут это просто даже житейская вещь например нас учили работать с голосом и эта вещь мне кажется она вообще в повседневности она классную роль играет потому что и мои кореша мы знаем толк в отличной компании с никитой кириашки и с гришей так вот о том что получается нужно двигаться во всех сферах стараться не ограничиваться и в принципе ну вот смотри давай возьмем тогда телепроекты контракты и чё ты еще называл съемки получается съемки на ну ладно допустим да вот где профита больше где для себя больше например чего-то полезного вынес слушай вообще если брать например финансовую часть но тут идет что на что да твое время потому что на как бы главный ресурс наше то же время это как ты им распоряжаешься вот от этого надо отталкиваться например на контрактах это такая вещь ты просто вложил свое время вот например там шесть месяцев три месяца и за это время тебе идет стабильный кэш вы уже наполнение этого контракта до что ты делаешь внутри будто ты там ходишь тренажерку каждый день либо как я просто в китае накупил 50 килограмм на таобао всего что только можно было то есть это начиная от одноколесных сегвеев заканчивая там этими погу стиками знаешь на которых прыгать то есть там по факту будем делать бизнес делать бабки я когда приехал в китай я был очень шокирован тем что там ну типа вообще как будто это другая планета и там у них есть сервис тообао это прям невероятно насколько здесь звукоизоляция плохая невероятно в плане того что у них на табо может быть все абсолютно все начиная жизнь начиная от возьмем короче начиная от звукоизоляционных предметов заканчивая людьми у них там вертолет вертолет можно купить там ну короче и там продавалось очень много всего того что у нас на рынке вообще отсутствовало по факту то есть на виду не купишь на ну да видишь по факту это убедненная версия этого всего не говоря уже об алиэкспрессе вот по поводу съемок съемки это вообще класс потому что каждая съемка она по-своему уникальная и под каждую съемку у тебя определенная задача вот одна из таких прям очень мощных съемок которые было это съемка в рекламе пиво гиннес набирали профессиональных танцовщиков фишка в том что танцевали мы воздухе нас подвешивали на профессиональные каскадерские стропы нас поднимали на высоту и ставили хорягу конкретно на высоте то есть мы приколом делали всякие движухи снимались три дня приезжал специально хореограф австралийского осенька гиннесса и вот это все стали это было в киеве съемки ну и вот из крайних таких съемок которые прям запомнилось это вот циркорад был да но и давай к нему позже давай к нему позже мы к нему плавненько дойдем вот так сыр да есть есть съемки где например тебе надо на гироскутер кататься то есть есть съемки где на лошадях мне предлагали на гироскутере началом был для перетку на нем привязать его на скотч поехать вдолбиться ногами в порядок и перед с ним же с ними я не сделал типа это просто я бы понял если с него не и по с ним же типа наверное у режиссера своеобразное представление о том как о том а возможности человека отдать до смотрел что я могу без всего порвить он такой ну и с ним душа мы так а ничего что типа как бы гироскутер весит как половина меня и как весь я добывают такие моменты забавные что заказчик не понимает вообще типа в реалии надо сопоставлять свои возможности и возможности человека поэтому когда вас зовут на какую-то движуху дважды подумайте а потом уже соглашается это точно это я к чему это мы коснулись съемок есть также еще проектный до проект проект вот в проектах ты тоже получаешь возможность реализовать себя и получить большой опыт в плане каких-то новых вещей новой информации опять же типа пройти актерские театральные курсы ну очень серьезную подготовку но в принципе я думаю ребят если вы видели как актеров кино готовят к съемкам начиная от единоборств каскадерских моментов заканчивая тем что они учат новые языки учат много новой информации которая в принципе дальнейшем им просто по жизни может пригодиться поэтому это классный экспириенс и если у кого-то есть у наших зрителей есть такая мечта или микро цель попробовать совсем то обязательно пробуйтесь потому что это но это то о чем вы сможете потом дальнейшем своим друзьям детям и родителям рассказать и это будет очень интересно и это такой маленький драгоценный камушек вашу жизнь нужен нужен сыр последняя реклама сыр последняя реклама ты хотел это как-то преамбулу может здесь будет рекламка сыр кара это ты собственно хотел преамбулу к маслатне ну так спроси такое маслай слушай я кстати вот задумывался над тем откуда это все дело пошло маслобойня маслайд потом ты снимаешь твое голодное маслайд и вот сейчас переводчик будет умирать блин знаешь это типа наверное по я тогда в киеве тренинг csk с ребятами и че-то как-то пошла такая тема ну литренька была лютая что-то прям знаешь когда говорят капец жара капец типа просто тут все течет ла-ла-ла там типа че-то такое типа блин течет как будто топка какая-то что-то масло масло топка маслать че-то о нифига масло типа масло и ну типа и по факту типа она как-то приелась и это прикольная альтернатива ну да другим словам которые типа уже приелись приелись и которые более грубо звучат например и паш там если че запикают вот и а когда ты говоришь типа масла и типа капец он намаслал но она еще звучит типа знаешь типа просто он масло борец маслатель маслак масло топка ну реально типа приезжайте на нашу масло бойню типа вот и слышите типа что-то серьезное будет типа ну не просто сэшин да а именно что-то какая-то масло бойня будет прям типа где вот маслкара чувак просто ваша же маслка выставка маслкаров это жесть вот и собственно вот как-то она так приелась но и в принципе я смотрю ребята ребятам ребятам нравится ребят из водили подхватили да ну то есть как бы в принципе армада маслоборцев увеличивается так что теперь когда ты будешь штриковать ты будешь маслать а если будешь маслать все будет хорошо все будет хорошо почему потому что я здесь на самом деле может может этот знаешь типа это когда сидят на комиконе помню сидел чувак который озвучивал скорпиона и все-таки просили типа и тут короче мы будем с тобой типа никитушка на это скажи это все хорошо почему потому что и я здесь так ладно владик смотри при всем твоем огромном опыте разных индустрий нужно дать пару советов ребятам вкратце как им начать как вороваться во съемки как в принципе завидите себе и принципе что для этого нужно я думаю в первую очередь это нужно четко понимать свою цель свою мечту который ты идешь и не бояться проявить себя не бояться идти к своей цели вот яркий пример это например стоит перед тобой человек который ответственен за съемку будто режиссер будто фотограф и не побояться подойти к нему пообщаться просто сказать привет слушай ты такой такой человек вот слышал что ты снимаешь вот смотри я такой-то такой-то можем как-нибудь с тобой найти точки соприкосновения посотрудничать то есть банально до такого может вот реально доходить что ты ты просто идешь сам знакомиться с человеком по факту это вся индустрия как и многие другие основана на знакомствах пикап с режиссером образно это грубо конечно это похоже на фамильяр но просто не боятся да не боятся идти на контакт и и нефамильярничать не боятся кидаться заклинаниями резинга да это профессия которая любит смелых и что-то я выпадаю до раскрепо раскрепощенных будьте собой не бойтесь своих эмоций показываете везде влад пытается все сказать на что у него перегорел поехали в общем ребят это вся движуха которая основана на знакомствах в принципе как и все если вы боитесь знакомиться это не очень хороший шанс поэтому старайтесь знакомиться с как можно большими людьми желательно чтобы это были светлые люди которые бы помогали вам идти по вашему пути к вашей мечте которые бы помогали взращивать вас которым бы вы что-то могли привнести в жизни с которым он был просто приятно проводить время потому что по факту в спорт почему я сюда приехал потому что здесь как раз именно такой триккинг комьюнити в котором приятно развиваться приятно общаться классные семейные посиделки вот и триккинг баттлы триккинг баттл шестого декабря в спорт газовая 10b будет хорошо потому что вы будете здесь вот что еще нужно для качественного продвижения в этой сфере создавать имидж создавать имидж даже старайтесь быть неповторимыми в своем образе чтобы вас узнавали и желательно чтобы этот образ у человека создавал приятные ассоциации эмоции чтобы ну как спортакус когда вы смотрите на него и понимаете что все хорошо свежо и мятно но как бы в принципе все главное чтобы с добротой с чистым сердцем и дай и с кайфом для себя и окружающих это все делали и так и как говорится хорошая притянется к хорошим да если вы чувствуете что это ваше идите несмотря ни на что все с ней не уйдут со временем по-любому потому что потому что 6 декабря в спорт триккинг баттл проходит всего лишь раз в году не упусти свой шанс стать звездой покори мир надеюсь на этом достаточно мотивации вы сможете извлечь для себя полезные уроки знания и начнете наконец сделать то что так долго откладывали спасибо владик спасибо это вал спорт подкаст всем удачи всем успеем и здесь маслобой